Здравствуйте, с вами Пасека Загайновых, меня зовут Михаил. Некоторое время назад мне прислали мед для обзора на моем канале из Африки, из такой страны, как Марокко. Одна женщина уехала жить из России за студентом-медиком, который здесь некоторое время обучался, потом вернулся, завела там семью и занялась пчеловодством. И вот она мне прислала несколько образцов своей продукции для того, чтобы я ее попробовал и рассказал вам о африканском меде. Итак, какие образцы у нас есть? Это апельсиновый мед, мед с кактуса, он также называется медом с дагмусом, мед с щабреца и мед с эвкалиптом. Начнем с апельсинового меда. Это самый дешевый из всех образцов. Стоит он 8 евро за килограмм. Несмотря на то, что он самый дешевый, по российским меркам это довольно-таки дорогой мед. Видимо, это связано с тем, что меда в Марокко не так много, как в России, поэтому цены на него дороже. На вкус он не похож, на мое удивление, оказался ни на апельсиновый сок, ни на цедру апельсина. Вот когда вот так вот сжимаешь, эфирные масла брызгают. Нет, не похож. Вкус у него такой свежести, как будто полеяло легким ветерком, с океаном, бризом. Вот такой у него вкус. Один мой коллега-пчеловод, который побывал в Марокко, сказал, что это самый вкусный мед, который он когда-либо в жизни пробовал. На мой взгляд, это хороший мед, но не такой вот прям, что супер-пупер. Возможно, это связано с тем, что этот мед довольно-таки имеет высокую влажность. Влажность у него 17,6%. Этот мед пришлось откачивать пораньше, потому что начинались дожди, и влажность высоковатая. На мой взгляд, один и тот же мед, но с разной влажностью, воспринимается рецепторами языка по-разному. Например, мед с 18% влажностью воспринимается менее ароматный, чем мед с влажностью 16%. Следующий образец – это мед с догмуса, с каптуса. Это самый дорогой из всех представленных медов. Стоит он 40 евро за килограмм. Считается лечебным медом. Данный мед закристаллизовался. В Марокко считается, что если мед закристаллизовался, то есть такое поверье, то значит, мед пчел кормили сахаром. К сожалению, и в России есть такое поверье. Это, конечно, неправда. Кристаллизуется в меде глюкоза. Но пчеловоды вынуждены такой мед распускать для того, чтобы он был жидкий. Немножко его нагревают, он становится жидким. Этот мед должен был быть таким острым, как будто в него напихали перца. Но таким острым он не являлся. Видимо, это связано с тем, что этот мед прошлогодний. А в Марокко – это африканская страна, она довольно-таки жаркая. Там летом температура колеблется от 28 до 50 градусов, там сахара рядом. И я заметил из практики, что мед, который хранится в тёплом помещении при высоких температурах, он свой аромат теряет. Ну вот женщина-пчеловод, которая мне это прислала, она сказала, что, возможно, тут всё связано с тем, что сюда попала ещё какая-то травка. Но, возможно, я не знаю, потому что действительно сложновато найти мед, который монофлорный. Третий образец – это мед с щабреца, собирается в горах. Вот такой вот он тёмный. Когда он был жидкий, он был полностью чёрный. У него есть интересная особенность. Этот мед пчёлы вообще не запечатывают. То есть он откачивается из незапечатанных сот. Неизвестно, почему так происходит, но вот почему-то. Этот мед очень вкусный, ароматный. Всем, кому я давал попробовать, он понравился. Он такой смолистого вкуса, как будто в него напихали либо живицы, либо прополиса. Очень-очень приятный вкус. Стоит дорого, практически как догмусовый мед. Стоит 30 евро за килограмм. Вот он немножко расслоился, сверху жидкая фракция. Но мед имеет довольно-таки низкую влажность. То есть расслоился он не из-за влажности. Наверное, его расслоение связано с тем, что этот мед хранился в тёплом помещении. Я слышал, что при температуре 28-29 градусов меда могут расслаиваться. И последний образец – это эвкалиптовый мед. Вот такой вот он красненький. Закристаллизовался пузырёк. Просто ехала баночка, видимо, вверх ногами. Это самый вкусный и ароматный мед из тех, которые я попробовал. Но по ценам он не самый дорогой. Он стоит примерно 10 евро за килограмм. Чуть дороже апельсинового. Но по вкусу это просто потрясающий вкус и аромат. И вот чтобы передать вам словами, это мятная молочная ириска. Вот такой вот он на вкус. На мой взгляд, этот мед относится к самым выдающимся сортам меда. Моя семья занимается пчеловодством на данный момент уже 28 лет. И я перепробовал много различных сортов меда. Это один из самых лучших. На мой взгляд, самые лучшие меда, которые есть, это мед с неклиника или черноклёна, с молоканки или по-другому, с молочая, с желтого донника, с липы, с плюща. И, конечно, это мед с марокканского эвкалипта. Обязательно, если вот хотите вкусные меда попробовать, вот данные сорта попробуйте. Уважаемые пчеловоды, если вы хотели бы, чтобы я на своём канале провёл вот такой обзор вашего продукта, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, пришлите свои меда, и я с удовольствием проведу их обзор. Также мне эта женщина-пчеловод прислала вот такую мась. Эта мась на основе прополиса с оливковым маслом. Она очень приятно пахнет, она делает её сама. Она сказала, что эта мась очень хороша при ожогах, просто как крем для рук, а также, если за 2 часа до бани или ванны нанести её на голову, то перхоти будет меньше. Я это дважды опробовал, действительно, в первые 2-3 дня намного меньше перхоти. Также она мне прислала вот такой вот образец спиртовой настойки прополиса. Что интересно, данный прополис собран с кактуса. То есть, пчёлы, оказывается, с кактуса собирают не только мёд, но и прополис. То есть, это очень удивительный факт. Также я расскажу несколько интересных вещей о пчеловодстве. Возможно, вам будет это интересно, как устроено пчеловодство в Марокко. Так же, как и в России, пчеловоды в Марокко качуют. От одного метоноса к другому. Мы, к сожалению, не качуем, у нас нет возможности. Ну, я знаю много таких пчеловодов в России, кто занимается качеванием. Метоносная база в Марокко маленькая. Поэтому в улья стараются без лишней нужды не лазить. А если лазят, то стараются работать как можно быстрее. Почему? Потому что начинается воровство у пчёл. То есть, открываешь улей, и тут же пчёлы из соседних ульев, соседних пасек начинают воровать мёд. Пчёлы начинают драться, это нехорошо. У нас в России это не очень такое есть. Это случается в основном только, когда очень жарко, и цветки просто выжжены солнцем. Или же после где-то 15 августа в наших краях, когда диток заканчивает. Вот такое бывает. А в Марокко вот это повсюду. Кстати говоря, пчеловодов в Марокко не так уж и много. Они все друг друга знают. Улей на марокканском называется сундук. Это очень интересный факт. То есть, получается такой вопрос, который мы пчеловоды очень часто друг другу задаем. Сколько у тебя ульев? Там звучит, сколько у тебя сундуков. Матка на марокканском, на арабском называется малика, что в буквальном переводе означает королева. Но у нас всё-таки больше принято в России использовать слово матка. Хотя маточное молочко частенько называют и королевским желе. Ну что ж, вот такая вот информация о марокканском мёде, о пчеловодстве в Марокко. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо большое за внимание. С вами была Пасека Загайновых. Всем здоровья и сладкой жизни. Саха уа раха.